Да, добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодняшняя тема, о которой я хотел поговорить, это иностранные компании, существующие у российских клиентов, значит, они закрыты, с активным статусом и, соответственно, начавшийся автообмен налоговой информацией и то, как, собственно говоря, на локальном рынке смотрят на эти темы и какие вопросы вообще возникают вокруг обслуживания этих компаний. Начну, наверное, я с простого примера. Не секрет, что компании раньше создавались достаточно активно, цели и задачи у них были разные, в основном использовались различные офшорные юрисдикции, BVI, Кайманы, другие какие-то, но со счетами в Швейцарии, в Лихтенштейне, в других каких-то юрисдикциях. И сейчас зачастую возникает вопрос и сложности в том, как эти компании дальше обслуживать. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, вы знаете, у нас с 2015 года в Российской Федерации действует законодательство о контролируемых иностранных компаниях. Очень высокие требования предъявляются, соответственно, к этим компаниям в части отчетности, какую эти компании должны иметь, как они должны, соответственно, репортить свои финансовые результаты в Российской Федерации, где, собственно говоря, бенефициары этих компаний являются налоговыми резидентами. И в этой связи, естественно, возникает вопрос о том, как эти компании, с каким статусом живут здесь, в Лихтенштейне, в Швейцарии, соответственно, как на них смотрят банки, которые их обслуживают. Здесь я сказал бы такую вещь, что в свете начавшегося автоматического обмена информацией для налоговых целей, интерес к подобного рода компаниям будет только возрастать. Почему? Ну, во-первых, потому что зачастую лица, которые репортили по этим компаниям в Российской Федерации, очень часто использовали, наверное, самое распространенное основание для исключения, это статус активной компании. То есть, по сути дела, эти компании заявлялись как активные, хотя по факту, наверное, отнести их к активным очень-очень сложно. Вы знаете, что в российском законодательстве в части КИК существуют достаточно жесткие критерии, как понимать активную компанию, соответственно, в части или в доле пассивного дохода этой компании. И то, что мы видим на практике, зачастую просто-напросто эти требования по факту не выполняются. Но, тем не менее, тем не менее, и это факт, это уже показывает статистика Федеральной налоговой службы Российской Федерации, самым распространенным основанием для освобождения, значит, по КИК является статус активной компании. В этой связи, естественно, возникает вопрос, точнее, их несколько вопросов о том, как это зеркально работает на стороне Швейцарии Лихтенштейна, как на это смотрят банки. Здесь можно сказать так, что банки стали предъявлять очень повышенные требования, когда, собственно говоря, у них есть клиент с подобным статусом. То есть, на практике это означает и то, что банк не просто говорит о том, что покажи мне балансы, покажи мне активную деятельность, покажи мне Substance и Presence. Банки готовы вплоть до того, чтобы просто-напросто переставать обслуживать подобного рода компании. Плюс в некоторых юрисдикциях, допустим, в Лихтенштейне существуют изменения в законодательстве, и они касаются, допустим, уголовной ответственности, вплоть до сотрудников банков, значит, если существуют подобные нарушения, и компании, собственно говоря, обслуживаются с таким статусом, хотя реально никакого Substance и Presence и активного статуса не имеют. Поэтому мы в данном конкретном примере говорим достаточно просто. Если вы в Российской Федерации заявляете активный статус компании, то этот активный статус должен выполняться и на этой стороне. Соответственно, и банки, и провайдеры, и все остальные прочие должны, собственно говоря, этот активный статус видеть, и он должен быть подтвержден. Естественно, на практике это зачастую не так, и плюс, добавок ко всему, очень часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда банально просто-напросто некоторые компании пытаются как-то продолжать работу, даже не имея банальной отчетности. Соответственно, я думаю так, что с начавшимся автоматическим обменом налоговой информации количество ситуаций, кейсов, когда, соответственно, начнется привлечение налогоплательщиков, российских налогоплательщиков, которые заявляли компании с неправильным статусом к ответственности, оно возрастет. И плюс, добавок ко всему, большим, наверное, снежным комом возникнет для многих ситуация, когда налоговые органы просто банально начнут запрашивать отчетность этих компаний, соответственно, требовать более детального раскрытия статуса для понимания того, а как действительно реально работает компания на зарубежном рынке. Поэтому наша рекомендация всем тем налогоплательщикам, у которых подобные ситуации есть, имеется, чтобы посмотреть очень внимательно, соответственно, на статус своих компаний. Во-первых, есть ли у них отчетность, какого образа транзакции они выполняются, что за деятельность они ведут, какие виды доходов они генерят. И плюс, добавок ко всему, если вы действительно реально приходите к пониманию, что так или иначе ваша деятельность может соответствовать статусу активной компании, то выполнить требования, которые предъявляются национальным законодательством в части Substance и Presence, то есть эти требования, они в целом достаточно общие и простые. Мы говорим о наличии офиса, директора, выполнении определенного набора каких-то функций. И, собственно говоря, вы таким образом действительно подтверждаете реальный активный статус компании. Наверное, вот эта рекомендация, она такая самая простая, в упрощенном виде. Я сказал бы так, в деталях нужно, конечно, смотреть на каждый индивидуальный кейс, потому что есть особенности, нюансы. Поэтому будем рады вашим обращениям за подобными разъяснениями. Обращайтесь, будем на связи. Продолжение следует...